Итак, друзья, дорогие, мы очень рады приветствовать вас на нашем семейном канале. И сегодня мы немножечко расскажем о том, как мы всей семьей планировали землю. Небольшой участок земли, который не так давно у нас получилось приобрести. Это всего лишь один акр. Это примерно 25-30 соток земли. Мы всегда мечтали, чтобы побольше земли было, но так получилось, что вот эта земля подвернулась. И мы посмотрели, что достаточно интересно будет. У нас она получается 33 метра примерно ширины и длинная очень. И задняя часть этого участка, она уходит как бы в лесок такой небольшой. И речушка там проходит, как бы маленькое озерцо такое. Но вот сейчас будем всей семьей мы планировать наш участок. Хорошо, где вы придете? С чайком. Значит, слушайте меня, детвора. Вчера мы с мамочкой подписали бумаги. Мы вчера купили эту землю. Ну мы как и купили, взяли в кредит, в принципе. Но в любом случае эта земля уже наша. Мы можем туда поехать, можем посмотреть там. Сегодня мы поедем, хорошая погода, правда прохладно. Курточки оденем, прогуляемся там. И сегодня у нас такой первый разговор. Вот, мы поговорим немножко о нашей земле. Вот, хотя бы предварительно. Любые какие у вас будут мысли, идеи, советы, пожалуйста, вы можете говорить. Потому что оно будет уже интересно. Мы сейчас там поедем и там уже будем видеть, где, что, что можно сделать. Окей? Интересно, когда детки уже подрастают, у них много таких замечательных советов, предложений, идей. И нам приятно с Лидочкой, и детям самим интересно что-то предлагать. Потому что у них бывают даже очень интересные такие предложения, идеи, которые мы с удовольствием воспринимаем. Вот. Ну, в общем, всей семьей мы так дружненько планируем этот небольшой участок земли. Следующий, у нас сразу после дома, сразу вот здесь, у нас будет плейграунд. С задней стороны дома мы хотим сделать как бы детскую площадку такую. Да, детская площадка, детская вот площадка, такая игровая площадка вот здесь будет. Вот здесь вот будут качельки, скажем, вот здесь можно поставить. Здесь такую можно сеточку натянуть, там бомбинтон поиграть, полейборчик поиграть, все. У меня была еще такая мысль заранее, раньше, что здесь можно сделать огороды. Огороды, да, здесь будет. Здесь у нас там малинку посадим. С заветской площадкой мы планируем сделать, что там огороды были и сад посадить небольшой. Для сада, для огородов. Окей? Такой. Что бы вы хотели посадить? Ну, примеру, так. Персики. Ну, персики вискансы не очень будут растекаться. Огурчики. Хорошо, как эти... Арбузы. Арбузы. Ну, может быть, знай. Яблочки. Яблочки хорошо вискансы. Огурчики. А что огурчики? Ты говоришь, голодные. Надо огурчики. Черри томейто. Черри томейто? Маленькие. Помидорки маленькие. Сделаем. Стравбери. Стравбери хорошо здесь нас туда посадим. Малинка еще. Разбери, да? Хорошо, ладно. Это потом мы будем делать. Летний домик сделаем, где будут крыши стеклянные. Но она будет не стеклянная, она будет пластиковая крыша. То есть мы можем спать. Мы сделаем большую кровать такую длинную. Спать и смотреть на звезды. Нравится? Как вам нравится? Сильно нравится, да? Да, там в маленьком лесочке такая идея домик построить со стеклянной крышей. Там можно лодочку. Они сказали, что можно лодочку. Так что мы здесь такую лодочку. Я хочу каяк. Я хочу каяк. Каяк там можно. Вот. Вот такую рыбацкую можно небольшую лодочку. Ну, вот такое дело. Такие вот дела. Я не знаю, где пока... А, я не сказал про дорожку. Я хотел... Ну, как дорожку там сильно особо не будем делать. По кругу всего участка хотел сделать дорожку такую пешеходную, чтобы по ней можно было ходить, прогуливаться по утрам. По ней там место специально сделал. Так вот, может быть, пять фитов, всю вины, чтобы там два человека рядом могли там прогуливаться. И, пожалуйста, уточкам проснулись, если хотите, там даже побегать можно. Это кусочек хороший, там, три тысячи круга. Так, вам нравится? Только бежаловка. Вы хотите, чтобы там домик стоить? А вообще, как говори, это был вопрос. Я думаю, да, говори. Она сказала, где собачка. Собачка будет жить вот здесь. Детка, где собачка ходит. Она будет там... Мы маленький остров там построим, она будет там... Посмотрим. Собачку мы... Если мы сделаем собачку... Сделаем. Нарису. Если мы купим собачку... Я думаю, что где-нибудь сбоку вот здесь мы сделаем такую сетку. Знаете, как была без собак? Когда гости приходят, такая же новая. Елёночка будет с родительской. Хорошо. Мы потом специально, когда уже будем о доме говорить, мы нарисуем большой дом. И мы с вами ещё поговорим, где, какую комнату, какие у вас идеи будут. Окей? Маргаретечка. Дом будет вот так или вот так? Вот так. Обычно дом стоит вот так. Как вы будете строить это? Какие планы? Пол двенадцатого. Когда мы будем кушать? Сегодня восемь. Сегодня. Нет, я имею в виду, мы можем сейчас поехать, побыть там, может быть, в часе прогуляться, приехать и пообедать. Нормально? Или пообедать, потом пройдем. Ну вот, провели мы сейчас такой первый обзор нашей земли с детворой, с семьёй, вот, всей. И сейчас поедем мы уже на землю, на саму, побудем там немножко, прогуляемся, посмотрим. И уже будем на месте, как говорится, мы видеть. Будем на месте видеть, как себя там вести, что там строить, делать. В общем, такие дела. Да, поэтому будем рады, если вы будете, если вам интересно смотреть, как в Америке строится дом, с самого первого шага и дальше, и дальше, пожалуйста, заходите, будьте с нами. И Маргарита хочет ко мне уже прибежать. Хорошая моя дочь. Можно там снимать. Да, ну, до дома ещё пока далековато, потому что мы в кредит не хотим брать дом. Дом в кредит в три раза дороже стоит, особенно если генконтрактора заказываешь, так это вообще. Вот, мы хотим строить, если Бог даст такую возможность, то постепенно, потихоньку, по мере возможности. Вот, поэтому, возможно, наша стройка, она может затянуться и на три, и на четыре, и на пять лет. Не знаем, посмотрим. Вот, поэтому сейчас мы решили съездить прокатиться, посмотреть участочек, так что давайте с нами прокатимся немножко. Вот наш городишко небольшой, и мы по нему едем. Конечно, детям очень нравится, они очень счастливы, потому что есть место, где побегать побольше. И Вова, наш рыбак, он очень любит рыбку ловить, а там как раз задняя часть этого участка уходит в это озерцо, или в эту речушку небольшую. Так что, вот, слава Богу, за все. Вот мы уже подъехали. Подъехали на нашу землю. Это я с нашего участка снимаю. Да, Лидочка с детворой заезжает, я их снимаю. И вот они заезжают на наш участочек уже. Вот, у нас по краям елочки растут, с двух сторон участка. Так, ну вот это наш участок. Получается, вот от этого столба, здесь вот розовенькая ленточка, и вот туда дальше, там еще одна розовенькая уже, наша тоже ленточка. И вот до, до вот этого столба, до этих деревьев, тоже вон розовенькая ленточка, вон шевелится. И оно идет между этих двух полосок деревьев, оно идет туда, аж до того леса, и туда немножко в лесу еще дальше. То есть получается, вот весь этот участочек, так он длинный получается. Вот это мы снимаем середину участка. Это вот от дороги, вдоль этих елочек машина стоит наша. И вот так вот вдоль этих елочек, дальше соседи у нас, и вот туда, до леса, и в лес туда. Вот, я может попробую сейчас на это дерево залезть, вот туда куда-нибудь, и сверху засниму. Так, это наше озерцо, рядышком с землей, вот, это вот лес, который нам надо будет прочищать. И мы сейчас стоим возле леса, и наш участок, девчоночки гуляют наши здесь, и наш участок ведет аж туда, к дороге. Вон машина наша далеко стоит, сюда встану, вот, вот так вот. Так, ну а здесь нам поставили границу, вот эта розовенькая ленточка, здесь у нас граница, это левая сторона участка. Вон озерцо наше, и наш участок доходит до этого озерца. А здесь вот деревья сплошные, надо будет, сухостоя очень много, надо будет все это нам потом прочищать, красивенько делать. А вот лидочка здесь уже фотографируется, как бы на фоне природы, на лоне природы. Вот холодно сегодня, прохладно. Да, хорошо, но вот такой лесок прямо на берегу вот этого, эта речушка очень маленькая протекает, но впереди дамба стоит небольшая, и она вот перегородила эту речушку, получилась в равнинке вот такая вот, как озерцо. Да, лес такой диковатый, и надо его будет прочищать. Конечно, детвора очень счастливы, они любят деревья валить, любят их костер жечь. В общем, так, что они очень-очень счастливые. Вот Вова там уже пытается что-то здесь, вон, с корнем вырабатывать деревья. Вот мы по лесу здесь наше озерцо, с правой стороны лес, который надо будет прочищать, а вот это вот наш участок вот, длинный, такой вот он, и уже пора ехать домой. Так что сегодня мы просто пришли, прогулялись, посмотрели, а уже стройкой будем заниматься позже. Вот участок, и на этом дереве мы решили построить маленький домик наверху такой, чтобы там можно было сидеть иногда. Ладненько, на дерево мы сегодня не забрались, потому что после дождей мокрый ствол, опасно можно упасть. Все, пора ехать домой, спасибо, что были с нами, и замечательно, давайте, будем очень рады вот вместе с вами, дальше следить за событиями, если вместе с нами можете, как мы будем строить здесь домик. Все, разворачиваемся, и едем домой. Так, спасибо большое, что были с нами, и присоединяйтесь, я думаю, что плейлист мы отдельно откроем, где постепенно, шаг за шагом, будем строить дом, и вы постепенечку можете следить за событиями. Рады будем вам всегда. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова